Добрый день, Галина Васильевна. Участковый. Можно вам? Пожалуйста. Участковый Рамиль Басыров пришел к Галине Васильевне, чтобы предупредить. В городе участились случаи мошенничества, жертвами которых в основном становятся пенсионеры. Я хотел бы, чтобы вы были бдительны, предупреждали своих родственников, соседей пожилого возраста. В основном люди пожилого возраста становятся жертвами мошенничества. Вот здесь все описано, вот в этих буклетах. Почитайте, пожалуйста. Женщине вручили памятки. В них подробно описано, как вести себя в сомнительных случаях. Как в реальной жизни, так и на просторах интернета. У Галины Васильевны свой метод борьбы с мошенниками. Она просто не открывает дверь. Не открываю, можно сказать, не открываю. Пока не спрошу, кто. И не убежусь, что это самое. Человек именно оттуда. А вот Нина Романовна – одна из тех, кто стал жертвой злоумышленников. Она поверила доброжелательной лже-сотруднице ЖКХ. В результате осталась без денег. Просила она и документы, и все, и как положено. Но я ей поверила, конечно. И пять тысяч отдала. С каждым годом мошенники изобретают все новые способы обмана. Их жертвами зачастую становятся пенсионеры. Способы разные, результат один. Пожилые люди остаются без денег, а многие еще и в кредитной кабале. Звонят, просят помощи, чтобы попал близкий родственник и просит денег. Ни в коем случае нельзя денежные средства никуда перечислять, не убедившись. И то же самое по сайтам. По сайтам продаж люди хотят купить либо продать свой товар. Называют предполагаемому покупателю или продавцу свои данные карты. И у них происходит снятие денежных средств. Расчет точной пенсионеры народ доверчивый. Несмотря на регулярную профилактику, нижнекамцы продолжают верить мошенникам. Избежать обмана поможет только бдительность. Поэтому сотрудники полиции еще раз объясняют, как вести себя в подобных случаях. Не открывать двери в ночное время, в вечернее время. Но если кто-то пришел, нужно обязательно убедиться о принадлежности этих людей, посмотреть их удостоверение, позвонить в службу, например, в ЖКХ куда-нибудь, если откуда-то людей пришли, или в пенсионный фонд, что действительно они прислали людей. И только тогда проводить с ними какие-то действия. Регина Слюманова, Рафаэль Аркипов, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова